Здравствуйте, мои дорогие! Мне очень часто задают вопросы. Вот докупаж, салфетки. Это нужны салфетки покупать там. Да, девочки. Да докупаж это такая вещь. Вот есть у меня бутылка. Вот такая. И хочется мне сделать ее. Посмотрела я. Ничего у меня к Латинской Америке нет такого, чтобы отношения имела. Но я нашла тряпочку с пальмой. И рисунок вот такой подходящий. И к племени Майя, и вообще вот, да, вот к странам Латинской Америки. И сейчас мы сделаем обратный докупаж. Все очень просто. Мы его приклеим на ту сторону. Вот туда. И этот рисунок будет видно. Ну, а уж остальное, это уже по ходу дела придумаем, что сделать. Берем кисточку клей ПВА. У меня вот строительный. Но тут пойдет любой, абсолютно. Все. И мажем. И мажем. Ну, она уже пришла в негодность. А ткань, из которой она сшита, очень интересная. Я ее всю распорола. И обязательно куда-то пойдут у меня. И карманы от этой сумки. И вот кусочки. Все, докупаж дело увлекательно. О, девочки. Я первые года. И чемоданы, и мебель, и что я только не докупажила. Сейчас, кстати, тоже вот нужно. Сын сделал ремонт. Хотели шкаф поменять. Потом решили, что его можно оставить. Только нужно... Отстал пластик, который был на дверях. Костя говорит, мам, так ты покрась двери-то эти. А я думаю, а что красить-то? Красить. Красить это слишком просто. Надо сделать докупаж. Вот сейчас буду думать, как мне это сделать. Ну, тут вот надо подклеить краешки. Он потом, когда высохнет, ПВА, его не будет видно. Вот. Вот. Немножко, понятно, сползает. Подравнивать надо. Но, в общем-то... Ну, видите, да? И теперь его нужно оставить высохнуть. А там потом займемся дальше. Так, ну что же, высохла у нас. Приклеилась тряпочка. И теперь ее нужно покрасить белой краской. Так как я работаю в основном с цементом, у меня краска водоэмульсионка посадная. А так можно любой, собственно, белой краской. Для чего белой краской мы покрываем? Когда потом вы будете чем-то сверху еще декорировать или красить просто. Я вот, наверное, просто буду красить. Чтобы рисунок, чтобы рисунок, он всегда на белом фоне, выглядит ярче с той стороны. Вот. А если вы его покрасите, вот я, не знаю, может быть, золотой буду краской красить. И если белый не покрыть, то он будет темный. И вообще, бывает, рисунок теряется совсем. Вот. Если вы клеите салфетку, рисунок какой-то там на другой бумаге, все равно нужно краской белой покрывать. Покрашенная вот эта сторона высохла. Напротив я взяла, заклеила малярным скотчем. И сейчас буду красить. Пусть она подсохнет. Потом я другую сторону покрашу. Так, теперь нужно снять скотч этот малярный. Так, начала я доделывать. Ой, вот даже представляю, как меня будут ругать, что это не подходит. Это совсем другой стиль. Да, девочки, я знаю. Конечно, сюда лучше бы этнику какую-нибудь. Деревянные бусы там, я не знаю. Да, чтобы подходило. Но мне очень захотелось яркого. Просто захотелось яркого, и все. Ну и потом, знаете, никто не отменял поговорку. Я художник, я так вижу. На самом деле, я посмотрю, и, может быть, завтра все это уберу и сделаю по-другому. Но пока вот так. Еще вопрос найти. Пробку нужно. Подходящую. Пробок у меня очень много, но они все разные. Надо же, чтобы не просто была пробка, а с каким-то, скажем так, навершием. Напишут. Не подготовилась. Да. Я никогда не готовлюсь. Потому что все в процессе решается. В своих закромах я нашла вот такую пробку. Сейчас я вам покажу, как все это вместе будет смотреться. Вот такая золотая бутылка у меня получилась. С двумя целующимися птичками. И с пальмой внутри. Хорошо в этой бутылке будет смотреться все прозрачное. Водка, самогон и прочие напитки. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Вполне вероятно, что я ее переделаю через несколько дней. Может быть, оттеню вот этот рисунок. Уберу, может быть, эти блестящие штучки. Сделаю по-другому. Но сегодня мне хотелось яркости. Спасибо всем огромное за внимание.